Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Ну, и отдельный привет, конечно же, тем, кто находится сейчас онлайн и смотрит брифинг через перископ. Выходные и праздники позади. Сейчас что нужно от нас? Нужно, чтобы мы максимально, скажем, сфокусированными, собранными возвращались на финансовые рынки и к тем спекуляциям, которые мы закладываем в основу нашего трейдинга уже очень давно и, соответственно, используем в каждодневной такой же спекулятивной деятельности. Поэтому после праздников, надеюсь, что, конечно же, они прошли неплохо, настроение у вас приподнятое, настроение имеет очень большое значение в трейдинге, потому что такие порывы психологические, как, опять же, правильный настрой, это, наверное, одна из составляющих успеха. А значит, от вас нужно сейчас только одно, чтобы вы были максимально собраны, но от меня это, конечно же, оценка того фундаментального фона, который является окружающим и определяющим для тех тенденций, которые мы с вами используем в торговле. Поэтому возвращаемся к трейдингу, смотрим за актуальным новостным фоном, стараемся не упускать, конечно же, важные макроэкономические отчеты, потому что сейчас у нас преемственность фона сохраняется, и мы продолжаем лоббировать те идеи, которые заложили в основу трейдинга еще в конце прошлого года. Серьезно, фундаментально, пока еще ничего не изменилось. Начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти, хотя также хочу отметить, что сегодня в 15.30 по московскому времени состоится мой традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз пробежимся по основным макроэкономическим отчетам прошлой недели. Посмотрим, на что нужно было обратить внимание, на что, я уверен, вы обратили внимание. Перейдем к тем макроэкономическим отчетам, которые маячат на повестке этих торговых пяти дней. Ну и заключительным слайдом традиционно я предложу вам конкретные ценовые ориентиры по наиболее ликвидным валютным активам. Помню то, что получал фидбэк касательно того, что время вебинара лучше перенести, потому что не всем удобно. Ну, понимаю, конечно же, 15.30 может быть действительно не совсем подходящее время. Как и обещал, время мы скорректируем, дать еще немножко, скажем, адаптироваться к Новому году. И я думаю, что мы сможем перенести, может быть, на час, либо на два. Сегодня он пройдет в 15.30. Те, кто не сможет присутствовать, не переживайте, потому что он будет доступен в записи на нашем официальном канале на YouTube уже на завтрашней торговой сессии с утра. Сейчас давайте переходить к нашим традиционным вступительным активам, которым мы, опять же, начинаем каждый брифинг. Это нефть и российская валюта. Хотя, с вашего позволения, прежде чем перейти к нефти, давайте все-таки оценим тотальный, серьезнейший фундамент, который у нас идет с прошлой недели. И здесь, в основу, наверное, всего, что я сегодня буду говорить, нужно положить Китай, потому что Китай у нас остается главным провокатором. Китай создает массу паники, которую сейчас мы наблюдаем на финансовых площадках. И понятно то, что тенденции, которые разворачиваются на китайской фондовой секции, тут же, по принципу цепной реакции, подхватываются другими фондовыми площадками. И, разумеется, сказываются и на инвесторском, трейдерском восприятии касательно того, куда же нужно переносить свои инвестиционные капиталы. И ставка здесь делается в пользу, конечно же, защитных активов. Если это валюты, то, соответственно, у нас франк, японская иена и просто железо и бетон. Такой подход сейчас отрабатывается, потому что мы видим, и тот, и другой актив очень неплохо чувствуют себя. И это будет продолжаться до тех пор, пока все-таки рынок не соберется, не осознает того, что негатива уже хватит, тем более с начала 2016 года, и можно уже перестраиваться на прежний лад, прежние тенденции. Но нужно еще, возможно, подождать. Все будет зависеть от Китая, когда все-таки трейдеры нащупают дно по китайской фондовой секции и поймут, что хватит уже с этого фондового рынка. Ну, даже хотя бы учитывая те факторы, которые закладывались в основу разгрузки, наблюдаемые в рамках прошлых торговых пяти дней, наверное, дополнительного негативного фона и фундамента сейчас попросту нет. Почему же Китай сейчас выступает, опять же, ключевым провокатором, как я его характеризовал? Напомню, что мы начали 2016 год с очередной порцией слабой макроэкономических данных по промышленному сектору и сферу услуг. Отчеты просели, промышленное производство оказалось вообще на минимальных уровнях за последние множество месяцев по сектору услуг. Статистика также хуже некуда, минимум за 17 последних месяцев. И поскольку даже начало нового года не стало основой для какого-то оптимизма в отношении Китая, если раньше присутствовали, конечно же, надежды, что 15-й год, ладно, все, закрыли мы его плохо, но вроде бы как 16-й год может оказаться хорошим для Китая сейчас по той статистике, которую мы получаем. И на фоне тех тенденций, которые мы видим, к сожалению, наверное, эти надежды сейчас также разбиваются вдребезги, потому что мы понимаем, что этот негатив Китай перехватил с прошлого года, так же, как и не в принципе. И он будет сохранен для этой экономики, второй повлечения экономики мира, наверное, и в этом году. А значит, нам уже нужно настраиваться на то, что статистика будет все хуже и хуже, и мы будем использовать отдельные макроэкономические отчеты как основу для постепенного снижения темпов экономического восстановления. Еще раз напомню вам то, что по основной, скажем, версии такой консенсуса прогноза по темпам экономического восстановления Китая, прогнозировалось то, что Поднебесная сможет удержаться выше 7% и закрытие 2015-й год выше этого уровня. Насколько вы знаете, эту цель выполнить не удалось, потому что Китай просел ниже 7%, и я думаю, что мы будем наблюдать дальнейшее полномерное снижение даже в район 6,5%. В общем, хуже некуда сейчас для экономики Поднебесной, но поскольку Китай у нас традиционный барометр в отношении стоимости сырьевых активов, товарного сырья, валютных сырьевых инструментов, понятно, что и им также придется сдавать свои позиции. Поэтому Китай открыл год страшно негативной статистикой, очень плохой. Тут же мы увидели разгрузку китайской фондовой секции, дважды на прошлой неделе приостанавливали торги, потому что в рамках одной торговой сессии в понедельник и в четверг китайский фондовый рынок просел больше, чем на 7%. Понятно, что такая тенденция тут же подхватилась и американскими площадками, и европейскими рынками. По ряду индикаторов американской фонды вы знаете то, что негативный тренд оказался даже на вековых негативных уровнях. Пока эти тенденции сохраняются, и поскольку все-таки на рынке присутствует паника касательно будущего состояния и экономики Китая, эта паника сейчас выступает негативным моментом для фондовых рынков, но и по-прежнему удерживает трейдеров в расположении франка, японской валюты, драгоценных металлов, особенно золото, очень динамично наросло в рамках прошлой недели. Ну и еще ряда производных финансовых инструментов, не буду забивать его пока на головы, касательно доходности, опять же, основных облигаций, на которые мы периодически делаем ставку, пытаясь найти объяснение в победении активов валютных, прежде всего, с их стороны. Поскольку китайский фондовый рынок очень много потерял, понятно, что Народный банк Китая был вынужден тут же стать максимально проактивным, использовал те инструменты, которые имеются в его арсенале, и здесь стоит отметить девальвацию юаня, потому что, наверное, это был единственный способ снизить нагрузку на национальные компании и на, скажем, долг от национальных компаний, снизить долговое премие и хоть как-то им помочь, поскольку девальвация курса национальной валюты, оно, естественно, подстегивает конкурентоспособность национальных производителей, поскольку приводит к удорожанию импорта и удешевлению экспорта. Это правильный механизм. Но девальвация оказалась очень серьезной. Если говорить конкретно про юан, он просил больше, чем на 2,5%. Последний раз мы такое наблюдали в августе. И на рынке, опять же, сейчас присутствуют такие спекулятивные настроения, мне кажется, даже в формате самой настоящей паники, которая и стала причиной дополнительных потерь, которые понес фондовый рынок вообще в мировом масштабе. Ожидание того, что эта девальвация может превысить даже 10, а то и 15% в ближайшие пару месяцев. Я хочу сказать то, что, наверное, на такой негатив настраиваться не стоит, потому что нужно понимать, что и другие мегарегуляторы бдят, смотрят и анализируют конкретную ситуацию, и не позволят, скажем, Китаю создать вот такие максимально выгодные условия для национальных производителей, прежде всего Китая. Потому что если мы увидим девальвацию в яне еще, скажем, на те же самые 10%, это может быть началом самой настоящей валютной войны. И чтобы поддержать уже национальных производителей со стороны других регионов Европы, США, мы также можем, ну, прежде всего Европы и других площадок касательно доллара, сейчас не будем забегать вперед, потому что у нас в отношении американцев есть другой фундамент. Но что касается других регионов, понятно, что они имеют возможность также ослабить национальную валюту, чтобы нивелировать эффект потенциальной слабости юаня и помочь также и национальным производителям. Поэтому лично я не жду еще большей девальвации юаня. Я настраиваюсь на то, что уже самый главный негатив, ну, по крайней мере, на ближайшую пару месяцев по Китаю у нас позади. Напомню, что в августе у нас была похожая ситуация. Она быстро уступила, скажем, место прежним трендам, и трейдеры вернулись к старым инвестиционным идеям. Сейчас вот уже неделю, по сути, полноценную неделю на рынке присутствовал вот этот хаос, паника. И я думаю, что пора уже потихоньку его убирать про запас и снова поднимать те основополагающие моменты, триггеры, которые мы использовали для старых инвестиционных идей. Потому что Китай – это серьезный форс-мажорный фактор, но он обладает временным явлением. Поэтому дальше, наверное, те идеи, которые мы сейчас будем уже анонсировать, озвучивать и впоследствии придерживаться, они будут основываться уже на тех фундаментальных факторах, которые больше носят уже национальный характер и никак не связаны с Китаем. Вернемся к нефти. Что я хотел сказать по этому активу? На самом деле, даже помимо Китая, прошлая неделя была интересна еще другим фундаментам, тоже форс-мажорного характера. Во-первых, это эскалация напряженности на Ближнем Востоке между Саудовской Аравией и Ираном. Она продолжается. И эти также рисковые и панические настроения, они создают условия для того, чтобы... Ну, и ожидание, что это противостояние продолжится. Ценовая война усилится между ключевыми, одними из крупнейших производителей нефти, но Саудовская Аравия и вовсе крупнейших. И поэтому это тут же также станет причиной, вследствие которого компромисс между этими государствами точно уже не будет найден. Касательно выработки солидарной позиции, направленной на постепенное сокращение объемов производства и создание условий, вследствие которых нефть смогла бы нащупать какое-то локальное дно для восстановления. Поскольку об этом компромиссе мы уже не говорим, я еще на прошлой неделе предлагал вам полномерно делать ставку на то, что у нас зарождается серьезный негатив, который позволит нам и дальше делать ставку на ослабление нефти. Поэтому бренд реально может просесть еще сильнее, и большинство инвестиционных банков склоняются в пользу того, что дальнейшие ценовые ориентиры уже маячат по бренду WTI в районе 20 долларов за баррель. Мы видим то, что сейчас это именно так. Китай второй фактор разгрузки, потому что слабость китайской экономики, скорее всего, сохранит этот тренд. Дальше мы будем, как я уже отметил, наблюдать более плохие цифры и ставить на еще большую просадку экономики Поднебесной. Третий фактор заключается в том, что сейчас рынок энергоресурсов полностью игнорирует локальные отчеты, связанные с динамикой запасов нефти США. На прошлой неделе запасы выросли, как по версии, точнее, снизились, как по версии API, так и по данным Минэнерго США, более чем на 5 миллионов баррелей, но рынку нефти это нисколько не помогло, потому что сейчас участники, которые делают ставку на трейдинг именно Brent и WTI, ориентируются, опять же, на ближневосточный картель, на усиление напряженности, смотрят за Китаем и, возможно, уже закладывают в основу своего трейдинга очень слабый прогноз от Всемирного банка, согласно которому на 2016-2017 год уже пересмотрены прогнозы по общему росту мировой экономики. Если раньше цифры предполагали расширение на 3,3%, сейчас цифра уже 2,9%. Что касается Китая, то планка в 7% держалась, по версии Всемирного банка сейчас она уже поехала. И наиболее ожидаемые, скажем, наиболее ожидаемые цифры по экономическому росту экономики Китая это 6,7%, я думаю, даже может быть 6,6%. Хотя полагаю, что прогноз Всемирного банка будет еще пересмотрен, разумеется, в сторону снижения. Ну и в качестве десерта по нефти хочу отметить вам еще обозначить статистику прошлой недели, согласно которой объемы производства нефти в рамках Соединенных Штатов Америки снова увеличились, и в этот раз на 17 тысяч до фактической цифры 9,22 миллиона баррелей в сутки. Вот вам и еще один критерий усиления такого обстоятельства, как гиперизбыточность предложения, недостаточный спрос, на что мы делаем ставку в связи с ослаблением Китая, а значит у нас по-прежнему серьезная такая запакованная идея, позволяющая делать ставку на дальнейшее ослабление бренда. Что касается российской валюты, здесь сохраняется связь корреляционного характера. Мы раньше руководствовали с целью 75 рублей против доллара, видим, как этот уровень, по сути, оказался уже позади. Думаю, что при сохранении такого настроя в отношении нефти нам нужно быстренько адаптироваться и понимать то, что потолка-то, по сути, по девальвации пока не видать рубля. И если раньше в каком-то даже страшном сне мы придерживались того, что в ближайшее время мы сможем увидеть 80, то я думаю, что никто не удивится, если 80 уже будет в рамках этой недели. Совершенно очевидно, что ситуация вышла из-под контроля. Остановить рубль сейчас не удастся ничем, но может быть только резким повышением процентной ставки в рамках ЦБ. Но мы прекрасно понимаем то, что эта практика относится к разряду порочной. Если ЦБ снова пойдет на существенный разгон ставки рефинансирования, это уж точно лишит экономику хоть каких-то надежд на выход из реально затяжного кризиса, ну и надежда увидеть пусть, скажем, незначительный, но все-таки прирост по темпам экономического восстановления. Пока мы видим, рецессия сохраняется, может быть, 2016 год станет по цифрам еще более страшным, чем 2015 год, но все к этому идет. Инфляция также полномерно будет расти и подталкивать еще большую девальвацию курса национальной валюты. Поэтому ждем, наверное, по USD-RUB. Сейчас не будем сразу на 80 замахиваться, давайте 78. Пока все способствует тому, что эта цель окажется реализованной. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Локальный хайп прошлой недели 1.0968. Напомню, что исходя из той идеи, которую мы стали использовать в трейдинге по паре евро-доллара, у нас был уровень 1.10 в качестве стоп-плоса, его пока держим. Причина повышенного спроса на европейскую валюту, как вы знаете, исходя опять же из того макрофона, который я доношу вам в каждом брифинге, это форс-мажорное обстоятельство, связанное с Китаем, потому что рост панических настроений, беспокойности стало причиной повышенного спроса на защитные активы, а евро в этом случае используется в качестве валюты финансирования из-за крайне низких процентных ставок. Локально поддержку европейской валюты оказала еще довольно неплохая статистика по роничным продажам и, соответственно, производственным заказам в рамках ведущего локомотива валютного блока. Особенно стоит отметить производственные заказы, потому что они существенно превзошли ожидания. Но это локальные макроэкономические отчеты неплохие и локальный позитив. Также поддержку евро еще оказала слабость доллара, которая реагировала на падение доходности американских трежерис, ну и еще и соответствующий фон со стороны протоколов. Но когда перейдем к доллару, я чуть подробнее расскажу. Поэтому сейчас все располагает к тому, что покупки евро выглядят обоснованными. Но у нас есть уровень стоп-лосса, мы его держимся, и я не хочу ориентировать на то, что стоит покупать европейскую валюту. Потому что весь тот позитив, который я сейчас обозначил, с точки зрения Китая, я уже сделал ставку на то, что это косрочное явление, с точки зрения других отчетов, на них вообще можно закрывать глаза, потому что их все перевешивает факт серьезной просадки индекса потребительских цен Германии и еврозоны. А низкую инфляцию мы с вами используем как возможности для рассмотрения и анонса, долгожданного анонса со стороны Европейского Центрального Банка через фактические решения дополнительных мер экономического стимулирования и расширения более агрессивного покупок актива, то есть расширения программы количественного смягчения. Думаю, что ИЦБ без этого не обойдется, не буду сейчас опять же вдаваться в подробности, мы об этом неоднократно уже говорили, я надеюсь, вы все прекрасно понимаете, чем чревато это для национальной валюты, ну и по крайней мере понимаете, что в случае, если мы дождемся этого решения, значит европейская валюта уж точно пойдет к более низким ценовым значениям, доберется сначала до нашего уровня 1.05 и далее посядет еще сильнее. Пока что ждем, смотрим за ситуацией, если Китай дальше будет провоцировать трейдеров на вот эти нервозные настроения, ну да, евро пойдет еще выше, но рано или поздно, я уверен, что рано это, скажем, закончится и участники рынка снова вернутся к тому серьезному фундаментальному негативу, который характерен для европейского рынка. Далее идем, доллар японская иена, здесь стоит в качестве фактора разгрузки для доллара, отметить снижение доходности американских трейджерис, здесь логику можно, точнее параллель провести с повышенным спросом на японскую иену и опять же тот та раскореляция, которая сейчас наблюдается между доходностью японских облигаций и американских. Поскольку раньше мы делали ставку на усиление спреда доходности, увеличение между этими активами, сейчас он снижается, но это тоже локальное явление и оно полностью связано с Китаем. Поскольку доходность американских бумаг падает, понятно, это сказывается на разрузке американца. Еще одним фактором падения доллара стали протоколы последнего заседания федерального комитета, где большинство членов высказали опасения по поводу стабильности инфляционного показателя. И если опять же цены на энергоэсурсы будут дальше терять, они высмотрели в этом предпосылку для еще большего давления, которое будет оказано на уровень инфляции, а если инфляция продолжит скажем, так и останется далеко от целевого значения, значит ФРС придется притормозить, придержать коней с точки зрения дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики. Я пока такой пессимизм в отношении американца не закладываю, потому что здесь в пользу позитива стоит отметить еще и очень хорошие данные по рынку труда США. Напомню, на прошлой неделе у нас сначала был ЭДП с 257 тысяч против прогноза 192 тысяч новых рабочих мест. Далее мы переключились на заявки на пособие на безработицы, также хороший отчет, 277 тысяч против прошлого, 287, и закрыли неделю Non-Farm Perils, и тоже очень крутой отчет, по сути 292 тысячи новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора против прогноза 200 тысяч. И особенный акцент я хочу сделать на рост заработных плат, которые в годовом эквиваленте добрались уже до уровня 2,5% против 2,3. И как раз зарплаты сейчас и можно использовать в качестве одного из определяющих факторов для постепенного разгона инфляции и убедительности для ФРС касательно готовности американской экономики увидеть еще дальнейший цикл и серию повышения процентных ставок. Я по-прежнему не в том, что в 2016 году мы сможем наблюдать как минимум три шага направленные на повышение ставки. И это непременно станет серьезным фактором для роста доллара и позволит все-таки нам добраться по паре везде гена до нашей долгосрочной цели, которая сейчас выставлена в районе 125. Пока мы находимся вне рынка, потому что у нас был уровень стоп-лосса в районе 118.50. Хорошо, что мы вышли с рынка с этой отметки, потому что Китай стал причиной дальнейшего выпрепления иены, и мы видим то, что локальные уровни по паре USD иена сейчас находятся в районе 117.3. Мы вернемся к покупкам американца против иены с уровня 120 и также будем ориентироваться на значение 125. Фунт продолжает терять уже минимальные уровни по сути с 2010 года, актуальная котировка 1.45.24. В качестве факторов разгрузки для британца стоит отметить все-таки хорошие данные по американскому рынку труда, ну и, наверное, больше национальный фон, потому что на прошлой неделе мы получили еще один убедительный сигнал в пользу того, что темпы экономического роста английской экономики будут терять, потому что индекс производственной активности в сфере услуг просел до по сути уровня сейчас точно отмечу 55.5 против прошлого 55.9 а сфера услуг является ключевым сектором, который и создает буст для экономического расширения. Плюс ко всему растет дефицит, серьезно падает экспорт, в том числе из-за все-таки дорогого курса британской валюты, но еще мы делали акцент на рост объема взаимствования, что, разумеется, станет причиной, вследствие которого Банк Англии снова будет переносить опять же сроки и ожидания по достижению целевого показателя по инфляции и, соответственно, решение по процентной ставке. Мы отталкиваемся от идеи того, что Банк Англии не пойдет на это решение уже довольно-таки давно, но сейчас, после последних отчетов, у нас, наверное, еще один аргумент и довольно убедительный в пользу того, что Банк Англии, наверное, действительно пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики не ранее 2017 года. То есть, британец по-прежнему у нас в числе аутсайдеров, но, учитывая то, что мы уже подобрались к уровню серьезной поддержки в районе 1.45, я все-таки предлагаю вам использовать как косочную идею, связанную с покупки соответственно пары фунт-доллар через отложенный ордер бай-лимит с уровня 1.45, при этом стоп-лосс нужно будет поставить в районе 1.44, а 4.50, тэк-профит 1.46, 50. Если фунт все-таки хочет показать трейдерам, которые делают ставку не знаю основываясь на чем, на его потенциальный рост, но, наверное, все-таки исходя из технических факторов, то, наверное, уровень 1.45 это как раз последняя возможность, от которой можно показать еще локально как косочная обычая рай. Надеюсь, что нам его также удастся поймать. Что касается других активов, то здесь австралиец у нас добрался до уровня 0.70, поэтому поздравляю вас, мы зафиксировали еще одну долгосрочную профитную сделку, просели с австралийцем до этого рубежа, ну и, соответственно, эта идея также не могла не поднять нам настроение в начале 2016 года. NZDUSD у нас цель 0.65 и LOW прошлой недели 0.65-0.7 Чудок не добрались до мощной поддержки в районе 0.65, но поскольку последний аукцион на молочную продукцию показал то, что цены продолжают снижаться, да еще и Китай слабеет, как один из основных стратегических партнеров Новой Зеландии, думаю, что 0.65 это будет также ближайшим перевалочным пунктом, после чего мы пойдем еще ниже. 0.65 дожидаемся и пока откладываем Новозеландца про запас, потому что и без того сделка будет очень прибыльной, потому что мы начали распродавать Новозеландца с очень высоких значений. USDC актуальная котировка 0.9940, пока также держимся в стороне, ждем снова приоритета и уже после этого задумываемся о покупках. USDCAT 1.4165, видим то, что курс канадца по-прежнему слабеет, девальвация продолжается, потому что через такой эффект Банк Канады пытается нейтрализовать опять же снижение ценной энергоресурсы, выступающего главным активом, товарным активом и для канадской экономики. Ну, в качестве еще одного негативного фактора с прошлой недели хочу добавить и конференцию руководителя Банка Канады Полоза, где стало очевидно, что Банк Канады всерьез рассматривает возможность еще одного снижения процентной ставки. Предлагаю следить дальше за новостным фоном. Если девальвация продолжится, значит, мы снова будем покупать пару USDCAD, а пока можно поставить отложку на уровне 1.42.10 байстопа с тейк профитом 1.43.50, стопосом 1.41.50. И еще пару слов про драг металлы, в частности золото. У нас отложка по-прежнему на sell stop висит, поскольку какие-то причины повышенного интереса к драгоценным металлам, мы видим, что сейчас золото оказалось выше 1100 долларов за тройскую лунцу. Самое время подтянуть наш отложенный ордер, поэтому переносим sell stop в район 1088 долларов за тройскую лунцу, тейк профит 1075, стоплос 1093. Все остальное пока без изменений. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, то, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube и использовать форум о маркет со специальный аналитический раздел. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До завтра.